Вопросы нашего конкретного университета Среди тысяч университетов больше с ними никто не сталкивался, и пытаемся решить их по-прежнему в одиночку. Вот если мы от этой парадигмы отталкиваемся, и как раз начинаем обсуждать действительно с сообществом коллег, что вопросы оказываются на 80-90% у всех пересекаются, проблемы, соответственно, тоже, а значит можно искать какие-то системные решения, объединяя усилия, интегрируясь, находя какие-то верные ключи и решая какие-то, находя какие-то новые управленческие парадигмы. Вот эта вот правильная постановка вопросов, она была как в рамках докладов, я ее почувствовал, так и в рамках того обсуждения очень живого, что тоже не может не радовать, которое было по прошествии докладов. Поэтому я хотел бы поблагодарить не только принимающую сторону в данном случае, но и тех коллег, которые приехали из всех городов, а у нас тут действительно получилось, ну по-моему, разве что Дальнего Востока нет, да, Андрей Александрович, я ничего не путаюсь с Дальнего Востока нет? Нет, Дальнего Востока нет, да. Ну вот да, ну по крайней мере от Калининграда тоже нет, да? Да, Калининграда приедет. Хочу какую-нибудь красивую метафору от Калининграда до Дальнего Востока сказать, но не получается. Ну в общем, все равно, можно сказать, что практически со всей России коллеги приехали. И в общем, эти коллеги, которые приехали на эти два дня на семинар в КФУ, они тоже внесли очень большой вклад именно в развитие тематики. И правильно, что коллеги, которые занимались этим проектом на протяжении академического года, отметили роль тех, кто внес значимый вклад именно в обсуждение результатов. Поэтому еще раз коллегам от себя выражаю личное спасибо за очень интересную дискуссию, в которой удалось поучаствовать на протяжении этих двух дней. И я надеюсь, что коллеги из Казанского федерального университета смогут в ближайшее время достойно завершить проект, представить его результаты, соответственно, и надеюсь, что этот проект будет правильно оценен заказчиком. Спасибо, коллеги. Ну, в замешании, может, Алексей Владимирович, пару слов от вас. От представителя заказчика. Да, как представителя заказчика. Ну, давайте попробуем. Уважаемые коллеги, еще раз добрый день, да? Ну, мне кажется, что правильно поблагодарить, конечно, принимающую сторону Казанский федеральный университет, сказать большое и огромное спасибо за великолепную организацию, за интересные доклады, за информацию, за информативную часть. Я хочу сказать им большое спасибо. Это первое. Ну, и второе, наверное, то, что я хотел сказать, даже не как представитель заказчика, а, может быть, просто, вот, скажем, от себя лично, хотел бы обратить внимание на один момент. За эти два дня, и только что Игорь Борисович это отметил, прозвучало очень много вопросов. Вопросы были все профессиональными. Все вопросы были в той или иной степени общими. Если отступить вот так немножко в сторону, вернуться к исходу, проект задумывался в первую очередь как обобщение практик, опыта университетов и сравнение этого опыта с опытом и практиками зарубежных университетов. Но сегодняшние мероприятия, то есть мероприятия вчерашнего и сегодняшнего дня, показали качественную трансформацию этого проекта. Проект, на самом деле, стал чем-то большим. Он стал площадкой, к сожалению, наверное, не до конца, но площадкой обмена мнениями между специалистами университета. И вот эти самые профессиональные вопросы, которые задавались, показывают, что эта площадка нужна и она необходима. Что является препятствием? Я еще раз повторяю, я высказываю исключительно свое личное мнение. Что является препятствием возникновению этой площадки полномасштабной? Всего-навсего одна установка. И она тоже прозвучала. Что университеты, российские университеты, являются конкурентами. А вот если задуматься, так, ребята, и взять опять-таки зарубежный опыт, то мы увидим очень интересную картину. Крупнейшие концерны, конкурируя друг с другом, западные концерны, тем не менее имеют доли в капитале самих себя и очень часто выступают партнерами. Мало того, они объединены в ассоциации и как ассоциации постоянно лоббируют свои интересы. Коллективно. Не одного какого-то концерна, а всей отрасли. Если вернуться к китайской философии, то мы на самом деле получим картинку Иньяни. Вот ту самую замечательную, которую все знают. То есть, что за ней скрывается? Мне кажется, что университеты должны быть конкурентами в каких-то своей специфике, в каких-то мелких деталях, в своих различиях, а не в своей общности. И тогда, наверное, вот этот проект или аналогичные проекты станут общим интересом всех наших университетов. Почему? Потому что в рамках этого проекта можно создать модель, можно выделить общие вещи. Это ни один университет, мне кажется, не способен сделать полномасштабно. И успех проекта – это не только успех КФУ, а всех тех, кто обсуждал, всех тех, кто принимал участие, всех тех, кто принес свою информацию. Вас, в том числе. Но это действительно так. Только это позволило ему стать по-настоящему интересным. И в результате вот это появилось, вот это самое живое обсуждение. И очень жалко будет, если вот это положительное зерно просто пропадет через какое-то время. Мне кажется, от этого никто из университетов не выиграет. Все проиграют. Хочу обратить ваше внимание, это тоже прозвучало, что КФУ будет поддерживать информационную площадку еще в течение года. Но если университеты проявят интерес, то никто не мешает эту площадку поддерживать не только год, а два года, три года и так далее. Это же, собственно говоря, ваша интересная инициатива. Это, как в одном замечательном фильме было сказано, это «мою профессион дефуа» в вашей данной ситуации. А вопросы возникают постоянно. Вот эта методика создана, а сегодня уже прозвучало, что какие-то элементы устарели. Пройдет год, и они точно так же устарели. А кто мешает в данной ситуации сделать второе, третье, четвертое, пятое издание, вносить эти изменения, доводить это некоторым образом до совершенства. Не в деталях, в общих вещах, в общих принципах. Как некий справочник, которым всегда можно пользоваться. Схема, по которой вы будете работать, она все равно будет уникальна. И вы будете в уникальности своей различаться, в уникальности будете конкурировать, в том числе и на внешнем рынке, в борьбе за студентов иностранных. Или наоборот захватывая новые рынки. В противном случае каждый будет отдельно существовать сам от себя. Ну, сам к себе. Можно в этой ситуации конкурировать реально с монстрами, которые работают на мировом рынке? Мне кажется, что это малый рынок. Никто в одиночку не потянет. Если мы научимся объединяться в общем, конкурировать в деталях, то тем самым мы поднимем свою конкурентную способность, поднимем свое профессиональное достоинство и поднимем в конечном счете имидж страны и каждого отдельного университета, в частности. Я всего-навсего призываю к одной простой вещи. Просто как человек. Вот чтобы этот проект не завершился просто теми самыми мероприятиями, итогами, которые сегодня и вчера прозвучали. И не закончился просто хорошим, качественным материалом, который просуществует в течение, в общем-то, как любой продукт, в течение ограниченного времени. Чтобы по возможности это прожило как можно дольше. Потому что смысл в этом есть. Вы каждый раз сталкиваетесь с проблемой. Но одну проблему решил один университет, другую решил другой университет. Сказали в целом, как решать каждую отдельную проблему, обменялись мнениями, выложили это на ресурс. Все равно в деталях проблема каждым университетом будет решаться по-своему. А общие принципы, общие подводные камни все будут понимать. Но зато какая экономия ресурсов. Реально. И временных, и человеческих вообще, вот если так задуматься. Поэтому в этой части я призываю вас просто к сотрудничеству, к поддержке самих себя. Вот, собственно говоря, наверное, все, что я хотел сказать как человек, как, в общем-то, специалист, достаточно долгое время серьезно занимавший маркетингом в том числе. И изучавший, там, скажем, рынки западные. Призываю вас к этому. Ну и желаю успехов всяческих в дальнейшем. И чтобы все было отличным. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, коллеги Александрович, завершите наш круглый стол. Пару слов. Дорогие коллеги, вот прозвучало много хороших, добрых и, так сказать, профессионально приятных слов относительно того мероприятия и нашей команды, которая готовила его. Люди, которые внесли очень большой вклад, это Лена и Яна. Вот они сидят здесь. Вы их сегодня видели и слышали. Вот. Остальные тоже. Хайдаров нормативка, он ей тоже много чего понимает. И может... Я надеюсь, что та площадка, о которой сегодня была, был разговор, будет поддерживаться и дальше. Хотя ему это очень не нравится, но, видимо, придется делать. АПЛОДИСМЕНТЫ Чулпан смогла рассказать, вы ее тоже все видели, рассказать о том, каким образом за два, два с половиной года мы действительно сумели подняться от наших там порядка тысячи студентов сначала до двух, потом до трех, теперь у нас в этом году четыре с лишним должно быть. То есть у нас очень широкие шаги. Надеюсь, что она и выдержит. Вот. И, собственно говоря, помощник, можно сказать, статс-секретарь Софии. Все ее видели. Человек, болеющий за свое дело, очень аккуратный, ответственный. София, это я тебе. Так я ее все время подкалываю, а то она очень серьезно порой нервничает, начинает и все. Я говорю, спокойно на это надо смотреть. Еще раз огромное вам всем спасибо. В принципе, мне кажется, что семинар и тренинг в каком-то смысле удались. Мы смогли собрать, невзирая на то, что у всех у вас есть своя работа, свои обязанности, дела, и всегда очень тяжело так взять и соскочить, и помчаться. Мы вам глубоко благодарны, что вы смогли приехать, пообщаться с нами, надеясь, что мы смогли быть полезными друг другу в своих решениях. И я присоединяюсь к словам Кораблева, поскольку он сказал очень правильную, на мой взгляд, вещь, что уже, если, коль скоро мы что-то достигли, сделали, не надо сразу это бросать. Во-первых, это нужно всем нам, и, надеюсь, и вам будет полезно, и то, что мы будем развивать, и тем более, что есть целый ряд вопросов, особенно в этом году, они снова возникли с какой-то неприятной стороны, и требуется коллективное решение, по крайней мере, поддержка, понимание, быть может, это создание писем каких-то вот выступлений в министерствах, там, ведомствах, о том, как все-таки же изменить ситуацию, которую наши замечательные законодатели, как в министерстве образования, так и в других структурах, постоянно что-то придумывают, причем так порой и очень неожиданно, и резко, вот, про это мы тоже уже говорили. Значит, я хочу поблагодарить вас, сказать вам огромное спасибо, надеюсь, что было время небесполезно проведено, и мы смогли, по крайней мере, вот свое понимание, свое видение донести до вас, и оно вам понравилось. АПЛОДИСМЕНТЫ